Друзья, прежде чем начать, хочу напомнить вам о лайках и комментариях под этим выпуском для охвата большей аудитории. Не забывайте также подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить премьеры новых выпусков на нашем канале. На днях в столичном жилом комплексе «Каскад» произошла стрельба, в результате чего пострадал подросток. Информацию об этом изданию «Наша Нива» сообщили очевидцы произошедшего. Позже в чате самого комплекса сообщили, что к инциденту, возможно, причастен бывший начальник УБОПИК Андрей Паршин. Сейчас мужчина возглавляет в департамент обеспечения оперативно-розыкной деятельности ведомства. Дело в том, что силовик проживает как раз в ЖК «Каскад». По информации местных жителей, у подъезда расположилась группа подростков и детей. Самому младшему был 11 лет. В это время Паршин как раз возвращался домой и зачем-то прицепился к детям, использовал мата и пытался их прогнать. На это 16-летний Евгений ответил силовику, что они живут в свободной стране и вправе сами решать, где им проводить время. На такую дерзость, видимо, Паршин не рассчитывал, поэтому, решил пустить в ход кулаки. Завязалась драка и силовик начал стрелять. Одна из пуль попала в ногу Евгения. После этого Паршин вызвал милицию и скорую. В результате всех детей задержали и угрожали им тюрьмой, если те будут рассказывать о случившемся. Раненый подросток сейчас находится под конвоем военной больницы. Против него заведено уголовное дело о хулиганстве, а ночью у него дома провели обыск. Сам же Паршин на момент инцидента находился в отпуске и, как минимум, не имел права брать с собой оружие. Важно отметить, что именно под его руководством с начала 2021 года производились массовые репрессии против представителей культуры, бизнеса, независимых СМИ и политических организаций. В результате чего десятки тысяч белорусов были вынуждены бежать из страны. В Санкт-Петербурге снимут с маршрутов автобусы МАЗ. Дело в том, что за месяц уже две машины белорусского производителя просто-напросто сгорели. 10 июня автобус символично вспыхнул на Витебском проспекте. Все пассажиры успели покинуть салон. Никто не пострадал, а накануне еще одна машина загорелась на Светлановском проспекте. К счастью, пострадавших тоже не оказалось. Владель своевременно вывел пассажиров и вызвал скорую, которая никому не пригодилась, и пожарных, которые пригодились, но машину не спасли. Компания-перевозчик Дом Трансавто приняла решение, что всю партию белорусских автобусов отправят на экспертизу. В свою очередь МАЗ направит несколько специалистов в Петербург, чтобы те провели повторный аудит автобусов. Стоит отметить, что горящие МАЗы не такое уж редкое явление. В 2019 автобус загорелся в Минской Кунцевщине, а в этом году, буквально два месяца назад, на улице Карбышева. Возгорание тогда пытались сбить огнетушителями, но это не помогло. С огнем тогда удалось справиться только прибывшим пожарным. Нелегитимное правительство внезапно заботилось судьбой физической культуры студентов БГУ и выделило средства на реконструкцию университетского стадиона, расположенного рядом со зданием вуза на проспекте Победителей. На его ремонт и модернизацию из госбюджета планируют выделить около 3,5 миллионов рублей. Вот только не стоит обольщаться, потому что чиновники возьмут эти деньги из карманов спортсменов, а именно уменьшат расходы Минспорта на выдачу призов атлетам, вознаграждения тренерам и другим специалистам. Вот уж отличная мотивация для студентов данного вуза строить свою спортивную карьеру в Беларуси. Режим все еще пытается оправдаться за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Казалось бы, после начала войны в Украине эта тема должна была уйти из повестки, но Следственный комитет с пеной у рта доказывает, что фашисты в этой истории не они, а поляки. Только в это уже давно никто не верит. Так в Ираке не вняли голосу правды Следственного комитета о преступлениях польских пограничников против мигрантов. Там заявили, что у Минска просто-напросто нет никаких доказательств о массовых казнях или еще каких-то страшилках, о которых рассказывает белорусское телевидение. А голословное заявление покойного Эмиля Чичко в таком случае не более чем вымысел. Представитель МИД Ирака Ахмед Ассахав пояснил, что у Минска нет ни других свидетелей, ни фото или видео каких-либо преступлений, а верить на слово режиму, как известно, не лучшая идея. Чиновник также отметил, что МИД поручил посольству в Варшаве координировать свои действия с польскими властями после различных сообщений в СМИ, которые в итоге оказались неточными. Он уточнил, что ни один гражданин Ирака не подавал жалобы на то, что было упомянуто по телевизору. Ассахав также отметил, что Багдад сформировал специальную группу юристов, которые занимаются расследованием этого дела. Из-за на постановление Совета Министров, предусматривающие формирование реестр организаторов культурно-досуговых мероприятий, в него внесут сведения об организаторах из числа ИП юридических лиц, а также иностранных или международных организаций, в том числе не являющихся юридическими лицами. Для включения в реестр организатору нужно направить заявление и ряд документов министерства. Документы будут рассматривать Республиканская экспертная комиссия при Минкульте. Декларируется, что комиссия должна учитывать художественный уровень культурно-досуговых мероприятий, проведенных организатором. Но также она обратит особое внимание на наличие фактов отмены мероприятий без уважительных причин. Их проведение с нарушением требований Кодекса о культуре, иных актов законодательства, нарушение сроков выплаты денежной компенсации стоимости входного билета, его неуплаты или выплаты в неполном размере. Нет никаких сомнений в том, что реестр будет использоваться для того, чтобы, прикрываясь законом, свести легальную культурную жизнь страны к мероприятиям, организованным государством и аффилированными с ним организациями. Данное новшество не коснется тех, кто получил удостоверение на проведение мероприятий до 1 августа 2022 года. Белорусским дальнобойщикам, которые работают на польские фирмы, будут выдавать визы прямо в Польше. Возвращаться в Беларусь для этого не придется, а пока что для водителей продлевают сроки действия уже выданных документов. Как отметил замминистра инфраструктуры Рафл Вебер, нет никаких гарантий, что дальнобойщики смогут вернуться к работе после визита на родину. А дефицит водителей очень большой, поэтому польская сторона решила перестраховаться и выдавать визы на месте. Таким образом, если согласно своим документам водитель Беларус должен был по их окончании выехать с территории Польши 1 сентября, то этот срок продлевается до 24 августа будущего года. Также продлевается действие карт пребывания, удостоверений личности иностранца и документов согласия на временное пребывание. При этом по продленным картам пребывания нельзя будет выезжать за пределы Польши. Также до 24 августа 2023 года будет считаться легальным пребывание по шенгенским визам, позволяющим пересекать границу. Друзья, для тех, кто устал от ежедневных новостей, предлагаю немного отвлечься и посмотреть новый выпуск о культуре «Маланка Арт», премьера которого состоится сегодня в 21.00 на нашем втором канале. Ну а в воскресенье не пропустите наш еженедельный итоговый стрим с обсуждением самых важных тем недели. Хороших всем выходных, живи Беларуси и слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok